Добрый день! В эфире православный календарь. Программа Якутской епархии. Сегодня мы расскажем. Новости епархии. Анонс богослужения и мероприятий в Рождество Христово. Жизнь в православии. Итоги года. Премьера фильма «Якутия. Небесный покровитель» пройдет в городе Якутске. Что такое сочельник? Расскажет и романах Симеон в рубрике «Идем в храм». Анастасия Узалишительница святая. Христианская великомученица 4 века. Приняла мученическую кончину в 304 году. В период гонений на христиан. В русской традиции она известна как Анастасия Узалишительница. За то, что облегчала или разлешала страдания узников христиан. Анастасия Узалишительница святая. Славит правящий архиерей. Епископ Якутский Ленский роман. В ночь с 6 на 7 января. Затем 7 января в 16.30 начнется в Рождественской Великая Вечерня. Рождественский фестиваль искусств пройдет в Якутске 7-8 января. Программа обширна. Спектакли в театрах, концерты и Рождественская епархиальная елка для детей. Для самых маленьких пройдет и детская литургия в Святой Накетисском храме Якутской духовной семинарии 8 января. Дети воскресных школ выступят с праздничными концертами в детских домах и больницах республики. Для этого ребята готовили специальную рождественскую программу. Рождество Христово – особенный праздник. Во многих храмах Якутии будут проходить ночные праздничные литургии, посетить которые стремится каждый верующий. Ведь рождественская атмосфера, ее душевная и духовная составляющая остаются на весь год. Якутия православная готовится к Рождеству Христову. Для людей верующих год заканчивается. И сегодня мы решили подвести итоги уходящего года. В этом году правящий архиерень совершил полный объезд своей епархии, начиная с Южной Якутии, города Неренви и заканчивая поселком Тикси на море Лаптевых. Это 2234 километра и три часа ухпояса. Добрался наш епископ и до поселка Русской Устье, самый дальний угол Якутии, где река Индигирка впадает в Ледовитый океан. Здесь архиерея светил самый северный храм России. Мы слышим колокольный звон, да? Он возвестил нам о том, ровно через 83 года, как мы не слышали вот этот колокольный звон, он возвестил о том, что здесь, в Голой Тундре, Заполярье, Барктике, на краю Ледовитого океана, на краю Айкумены, на краю Земли Российской, значит, вот здесь открывается самый северный в мире православный действующий храм Божьей Матери Знаменской. Сегодня в Якутской епархии строится 25 храмов. Некоторые из них будут освящены уже в 2015 году. К 70-летию Великой Победы были заложены два храма памятника – Георгиевский храм в городе Неренгей и Всесвятский в городе Якутске. Храм по замыслу нашему должен быть еще и храмом-памятником 70-летия Великой Победы, Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. В следующем году мы будем праздновать эту победу, эту дату и как раз к освящению будем стараться воздвигнуть этот храм. Съезд православной молодежи в этом году правящий архиелей решил провести в Южной Якутии. С такой инициативой выступила сама молодежь. Наша епархия самая большая в России, поэтому для большего охвата и вовлечения молодых людей в жизни епархии такие мероприятия решено проводить на местах. Впервые в нашем городе такое крупномасштабное мероприятие, поэтому для молодежи это полезно, для нас, для духовного воспитания, для нравственного воспитания, ну вообще для молодежи в целом это полезно. Четвертый пархиальный съезд молодежи в будущем году пройдет в городе Алдане. Одним из важных событий года уходящего стало крещение в водах Лены, который возглавил сам правящий архиерей. Природный парк Ленские столбы – жемчужина Якутии. Ее визитная карточка. Парк входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В день крещения Руси принять здесь крещение от руки правящего архиерея – особая благодать. Отмечая этот день по призыву святейшего патриарха Московского Сея Руси Кирилла, мы совершили впервые праздничную литургию в природном парке Ленские столбы. Это святая литургия, за которой мы молились о всех жителях Якутии, просили благословенного и мирного жития всем. А перед совершением литургии мы совершили массовое крещение. 18 человек, которые прошли подготовку, оглашение, были крещены в реках Лены, приняли благодать Святого Духа и обещали жить согласно правилам церковной и православной жизни. В этом году город Вилюйск отметил свое 380-летие. В свое время Вилюйск был кафедральным городом, и наши архиереи носили титул епископа якутского и велюйского. В юбилейных мероприятиях приняло участие и якутская епархия. Вилюйск являлся и является мощным духовным центром распространения православной культуры. Я очень надеюсь, что православные традиции, которые очень чтили наши деды и прадеды, жившие здесь, будут возрождаться и укрепляться. Для людей православных этот год ознаменовался и многочисленными паломническими поездками, организованными якутской епархией. Наша молодежь побывала в Свято-Троицкой Сергеевой Лавре, Израиле, в Италии и других святых местах. Подведены итоги конкурса творческих работ, организованного по благословению епископа якутского и ленского романа. Представленные работы, рисунки из стен газеты, отражающие сюжеты из жития преподобного Сергия Радонежского и другие православные темы. В конкурсе приняли участие школьники и студенты. Все участники отмечены сертификатами, а победителям и номинантам вручены грамоты и подарки. В этом году увидела свет и наша передача «Православный календарь». Сегодня нас можно увидеть на телеканале «Россия-24» и православном телеканале «Союз». Уходящий год для нашей епархии был насыщен событиями. Наступающий будет не менее плодотворным. Ведь в 2015 году якутская епархия отметит 145-летие. Фильм якутской епархии «Якутия. Небесный покровитель» выходит на большой экран. В рождественские каникулы 9 января состоится премьерный показ кинотеатра «Лена». Это первый документальный фильм, выпущенный якутской епархией. Работа над картиной шла полгода, география очень обширна. Практический фильм снимался на всей территории Якутии. Съемки также прошли в Свято-Троицкой Сергеевой Лавре, Москва и Санкт-Петербурге. Это фильм не просто о личности святителя Иннокентия, потому что он очень глубок, он очень грандиозен, чтобы в одном фильме отразить его дела, его труды. В этом фильме рассказывается о том, что святитель Иннокентий сделал для Якутии, что он сделал в Якутии, пребывая 7 лет. Именно 7 лет он жил в Якутии, отсюда из Якутии он управлял всей епархией тогда Камчатской, Олигутской и Курильской. Уникален этот проект тем, что его автором и ведущим является сам правящий архиерей, епископ Икутский Ленский роман. Также в новогодние праздники фильм будет показан на местных телеганалах. Рождественский пост, усиленная молитва приближает христиан к торжеству. Канун Рождества, сочельник. Что это такое, расскажет и романах Симеон. В православной традиции дни, предшествующие праздникам Рождества Христова и Крещения, обычно называются сочельником или навечери. Что же значат эти слова? Почему именно сочельник? В традиции православной церкви дни перед особыми праздниками, такими как Рождество Христово и Богоявление или Крещение, являются днями особенно строгими в плане поста. Поэтому традиционно в этот день варили особое явство, называемое сочево или колево, то есть сочная еда, которая была постной, обычно варилась либо из пшеницы, либо из какой-то другой крупы, с медом, сухофруктами, орехами, и только она употреблялась после раннего богослужения. Поэтому и сами дни получили название сочельники. Но это не так важно, потому что главное в этот день приготовиться к празднику, помолиться и причаститься к святых христовых тайн. «Нет греха непростительного, кроме греха нераскаянного» Преподобный Исаак Сирин Продолжение следует...